Музыка Музыка Ну, как всегда, каждый сезон, он по-своему является, как известно, абсолютно уникальным. Каждый сезон представляет свои загадки. Сказать, что этот сезон прямо вот ритикально нас чем-то испортили, мы, наверное, сейчас не можем, потому что, скорее всего, все-таки более интересным был предыдущий сезон. Почему? Потому что тогда, в предыдущем сезоне, на мировой рынке зерна и масличная, как оно представляется, вот классические моменты, которые выделяют динамику, центру, инфекцию, ничего этого не действовало вообще. То есть, вне зависимости от того, сколько собрала, какой урожай собрала Россия, какой урожай собрал мир, где все это распределено, значит, цены двигались абсолютно вне зависимости, если вы помните, от этих обстоятельств, высвечили на каких-то суток там рекордные уровни, и там довольно долго болтались, и все это было связано с абсолютно теми моментами, факторами, которые мы с вами вообще, которые мы с вами ничего не понимаем, и ничего сказать про них толпы не нужно. Вообще никто не хочет. Значит, в этом году, в этой сезоне, ну, хоть какая-то, так сказать, связь нашего рынка, наших рынков, с реальностью, с объемами урожая, она имеется, и она особенно сильно сейчас проявляется именно в нашей стране, в России. Значит, у нас, еще напомню, значит, мы давно уже определили, что, определили еще там месяц, наверное, полтора назад, что нас ожидает классический кризис перепроизводства в сочетании с, причем перепроизводством не только зерна, но, скорее всего, там на 85% можно дать гарантию, что это и масличные там же будут, но если уж погода не принесет какой-то ужасный сюрприз, там 40 дней сквозных дождей, допустим, да, если этого не будет, то нас ждет рекордный урожай в Сокромахе, в масличном, причем по всем четырем крупнейшим сентурам, но я надеюсь, успеть показать. На фоне того, что называется, одни называют неформальными санкциями, а другие называют полу-перистами по России, да, которые начались после 24 февраля. И на фоне, ну, довольно своеобразного государственного регулирования, которое было унаследовано нашим растеневодством из предыдущего совсем этапа, из предыдущего этапа, но оно вот висит на нашем растеневодстве как такие две довольно серьезные гирки. Все поменялось уже очень сильно и быстро продолжает меняться, да, а вот эти гирки, как мы позже мы покажем, они продолжают висеть. Если так признаться, то за 20 лет такого состояния даже и хозяйства не было, потому что у нас мы не только занимаемся там одной культурой, у нас и картофель, и пшеница, и подсолнечник, и кукуруза, и лук, все. И каждый год у нас мы могли, ну, каждый год бывают кризисы, там, допустим, цены на картофель были низкие, но мы хорошо выходили за счет цен на пшеницу и там все остальное. В этом году, конечно, ожидаем сейчас, зерно не продается, на картофель цена низкая, вот на сегодняшний день это 12-11 рублей, и вопрос прямо стоит ребром. Тяжело, да, будем пересматривать. Часть людей сократить придется, вот, уже наметили, это человек 30 придется сокращать, ну, те, которые, допустим, непрофильные специальности, такие, как строители, там, все, они нам придется их увольнять. Хорошо, что мы перевооружились, закупили технику, поменяли по программе 3D, с этим получилось, может, за счет этого мы сейчас, как бы, но, на следующий год, 23-й, мы готовы, уже практически попахали, готовы, площадя полностью к посевам, закупили удобрения, по подготовке на 23-й год у нас, конечно, ничто не меняется, практически ни площади, мы работаем, продолжаем, но придется сократить, картофель сократим на 500 гектар, если у нас в этом году было полторы тысячи, на следующий год тысяча гектар будет, это вместе с Чипсовым, сократим лук, если у нас было 300 гектар, то сократим 150, потому что самое главное, затратная часть, это идет именно на овощи, это сильно подорожание химии, и дело в том, что, почему мы сегодня и сюда приехали, потому что самое интересное, что везде в СМИ, везде идет, ну да, удобрения вроде бы есть, хотя и удобрений нет, вот мы искали удобрения, их нет, нам так и говорят продавцы химии, что все идет за границу, ну и цена, цена как была высокая, так и осталась, у меня один вопрос, это поражает, мы картофель продаем 12 рублей, а на рынках он 50-60, представляете, сколько наживается на картофелю, потому что в стране до сих пор не навели порядок, вот именно порядок, логистику по продаже овощей и картофеля, ну есть такая закономерность, если цены на зерно падают, надо заниматься животноводством, это мировая тенденция, вот мы стараемся попасть в эту тенденцию, мы занимаемся свиноводством и мясным скотом, мы сейчас будем значительно увеличивать поголовье мясного скота, я думаю, что в перспективе быстрее восстановится экспорт мясо, тем более это наше азиатское направление, будет легче экспортироваться, чем зерно, у нас есть достаточное количество пастбищ, мы даже думаем в ближайшие пять лет часть пашни переведем в пастбище с тем, чтобы увеличить количество скота, а так мы сейчас делаем упор на заготовку кормов, с тем, чтобы мы зимой, если сложатся условия, могли бы значительно увеличить закупку утилят для откорма, поэтому для нас основное направление, когда снижается прибыльность зерна, слово прибыльность даже плохо звучит в этом контексте, надо переключаться на животноводство. Вы бы посоветовали фермерам небольшим заниматься как раз этим направлением, мясным скотом? Я бы всем посоветовал фермерам заниматься возможным молочным животноводством и мясным, потому что, скажем, в европейских странах нормальное соотношение это 50% молочный скот, 50% мясной. У нас мясной скот не более 10% составляет, поэтому государство даже сейчас планирует субсидии на говядину ввести, поэтому это интересное направление с точки зрения бизнеса и для того, чтобы плодородие почвы улучшать. Поскольку вы занимаетесь племенным мясным скотом, я же ничего не путаю, вы можете еще раз напомнить породу скота, которым вы занимаетесь и почувствовали ли вы увеличение спроса на телят со стороны покупателей? У нас три племенные породы, это обередин ангусы, шароле и калмыцкий мясной скот. Мы почувствовали очень высокий спрос на племенных быков. Мы продали в этом году более 200 племенных быков. Что касается телок и нетелей, такого высокого спроса мы не видели, но мы не ставили задачу продажи телят и нетелей племенных, потому что мы планируем значительно увеличить объем собственного производства. Если будет спрос, мы обязательно будем часть продавать на свободном рынке, для того, чтобы у людей была заинтересованность и возможность заниматься этим направлением. оно очень перспективное. У нас 25 тысяч гектаров башни, половину мы засеваем озимой пшеницей, сахарное свекло, подсолнечник и крупноплодный, и масличный, сахарное свекло, кукуруза. Вот эти направления планируются прежде всего за счет совершенствования технологий, за счет внедрения новой техники, за счет кадровой политики, очень важно, мы планируем и уже есть результаты значительно увеличить производство всех этих культур. Особенно небольшие надежды у нас и развитие и планы это на отрасли семеноводства. Построено два завода, очень современные заводы, позволяющие получать очень высококачественные элитные семена озимой пшеницы, подсолнечника, кукуруза, льна, рапса, и поэтому в компании вырисовалась целая отрасль направлений семеноводства. Мы выращиваем 28 сортов самых новейших сортов селекции, поэтому мы очень серьезно придаем этому значение. Следующее направление, в последние годы очень сильно развивается проект орошаемых земель, который позволит нам, уже мы видим по результатам этого года, практически удвоить урожайность всех сельскохозяйственных культур, которые будут размещены на орошении. Это, прежде всего, кукуруза, это все сахарные свеклы, это соя, поэтому этому направлению уделяется очень большое внимание. В этом году мы уже 800 гектаров запустили в производство буквально с первого года и у нас удалось без раскачивания получать уже хорошие результаты, мы это видим. И в дальнейшем эта площадь будет увеличиться до 3000 гектаров. Это, повторяю, позволит нам увеличить, удвоить практически урожаи при тех же затратах. Гонирует при ваше хозяйство увеличить поколорки именно свиней и животноводства. Этот вопрос сам собой напрашивается, но единственное, мы не знаем, как будут цены на продукцию животноводства. Мы тоже будем ориентироваться по ситуации, другого пути нет просто. Но то, что мы не будем стоять на месте, это однозначно. Мы будем искать пути повышения продуктивности и, конечно же, эффективности. В данном случае я уже сказал, о семеноводстве, вы понимаете, что семена всегда будут востребованы. И, соответствующее, мы определяем более-менее цену, которая покроет затраты наши на производство семян и иметь какую-то прибыль. Мы всегда старались все, воборот, держать сбалансированные, скажем так, не ставить ставки на какие-то культуры и их сильно выделять. Поэтому обороты сбалансированы. С учетом, как сегодня мы послушали Дмитрия Николаевича, не угадаешь, какая культура стрельнет и что случится на мировом рынке с нашим госрегулированием. Поэтому задача наша получать по каждой культуре максимальный урожай с минимальной себестоимостью. Все воборот меняете и сокращаете или площадь под пшеницей? Нет, не сокращаем площадь под пшеницей. Примерно она колебается 1-2-3 процента от полей. А так не сокращаем. Это невозможно. Какая культура, под какую отдать больше. Сложно сказать. Поэтому должно все... Это же и техника. Потом что-то не успеем посеять, что-то не успеем убрать, вовремя обработать. Поэтому нет. Мы стараемся мониторить агрохимобследование проводим, листовую диагностику проводим. То есть, чтобы именно точечно, не в среднем по больнице везде внести, а точечно по полям, по предшественникам максимально отреагировать на то, что необходимо данному полю. И такой вопрос. Удобрения подорожали. У вас был опыт с сидиратами. Да, с сидиратами. Хотите, коротко сказать, результаты и продолжать сидиратами? Да, мы сидираты наращиваем. Мы уже тысячу гектар посели в этом году горчицы белой. Поэтому опыт положительный. Как бы это одно из направлений, которое позволяет нам где-то нам сэкономить немного на удобрениях. И это же такой многолетний, скажем так, задел. Сидираты оставляем. Наращиваем, вернее, даже не оставляем, наращиваем. Действительно, вот выдался очень непростой. С одной стороны, большой урожай, а с другой стороны, мы все-таки не видим тех цен, которых мы хотели, на которых мы рассчитывали, которые мы планировали. Поэтому и в нашем хозяйстве, и наши коллеги уже начинают немножко дорабатывать свои севообороты к тем реалиям, которые мы увидели. Часть людей планирует все-таки уйти на более рентабельные культуры именно в наших условиях. это вот, к примеру, на заключение договора для выращивания семян пропашных культур в Бреховецком районе построили завод компании Агроплазма, которая будет производить семена кукурузы и подсолнечника. Вот сейчас мы с ними проработали, провели встречу, и я думаю, что будут заключены договора для выращивания вот этих культур. Там рентабельность она гораздо выше, чем на простых товарных посевах. Что касается пшеницы, опять же, наши условия центральной зоны Краснодарского края таковы, что это самая надежная культура, которая дает гарантированный результат при любых осадках. Будет их мало, мы ее получим, будет их много, как в этом году, мы их тоже, урожай получим. Поэтому в любом случае это какой-то фундамент всей нашей работы. Ну и еще рассматриваем мы варианты наше хозяйство непосредственно о том, чтобы выращивать, наверное, попробуем в этом году твердая сорта. То есть к нам озимый пшениц, да, к нам обращались партнеры. В прошлом году мы как-то это дело пропустили, потому что рентабельность просто товарных посевов она позволяла. А в этом году все-таки, наверное, мы задумаемся, мы с ними опять же консультации проведем. Ну, для примера, вот скажем так, что в наших переговорах фигурировала цена 25 рублей за килограмм этой пшеницы. Поэтому я думаю, что для себя мы все-таки вот это направление тоже попробуем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова